Книга «Открытым окон», том 6, тема «Литература. Вопрос 1589». «Могли бы вы посоветовать, что моему ребенку-семикласснику, какую литературу ему читать, какие книги приносить из библиотеки?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Еще до ареста я этот вопрос постарался разрешить кардинально. Не просто называть авторов, писателей и поэтов, но самому пройтись по ним. Выбрать из них самое-самое нужное и в готовом, в отредактированном виде предоставить на вкус своих слушателей. Получилось объемом примерно в 30 часов прослушивания на пленках. Это почти объем нового завета. Все. Больше при всем моем желании я не смог добавить к этому ничего за 20 лет. Туда вошли «Отец Арсений», часть рассказов из «Льва Толстого», из церковных журналов дореволюционных. Теперь бы добавить «Никифорова Волгина» и остальное по мелочи из разных и зарубежных. «Крохи» и «Порошинки». Даже недавно заново перечитываю «Шмелева», «Бунина», «Лескова», «Достоевского», «Зайцева Бориса» и других. Ничегошеньки невозможно взять такого, что в сравнении с Библией не противоречило бы ей. Все об юродивых, все о пустынниках, все о Святой Руси. Такой бред, такие завихрения в головах великих знаменитостей, что жаль потраченного времени. Галатам 2.6 «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лица человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». Отношу это только к тому, что не было в России истинно возрожденных, по Евангелию уверовавших в писателей, ни одного. И пишут только о монастырях, о храмах, о пустынях, об отречении от мира, не от мирского, а от служения в мире. То есть от прямой заповеди Христа служить в мире людям, а не скрываться в застенках обители. О загубленных молодых жизнях девушек, посвятивших себя монастырям, как на картинах Нестерова, Христова невеста. Смотреть без слез невозможно на них, загубленные души. Невесты монастырских стен и прислужницы этим засохшим старым монахинам. Третья ездра, 5.36. И он сказал мне, исчисли мне, что еще не пришло, и собери мне рассеянные капли, и оживи иссохшие цветы. Так разительно не похож путь, сидящий в камере-одиночке у Репина Ильи, революционерки. Но в глазах загубленность одна и та же. Тоска об инобытии, хотя и разном, но перекрещиваются эти взгляды в обыденном мире. О том, что стало недосягаемым вовеки, повенчались с незримым. И нет уверенности, угодно ли то, что все сделано правильно. Все еще там, в прошлом, оно и испепелит до срока обеих. Издавал я и стихи, положив в основу книгу «Библейские мотивы» – сборник стихов поэтов мира на библейские темы. Это совсем немного, может быть, около восьми часов звучания. Стихов по-настоящему хороших, не противоречащих содержанию Библии чуть больше, чем прозы. То есть авторов таких больше, а не продолжительности звучания стихов. Лучший нацона Семена Яковлевича пока никого не нашел. Прочитал «Розу Иерихона» Ивана Бунина. Книжицу в 176 страниц, изданную по благословению патриарха Алексия II. Похоже, святейший или не читал благословенного им, или ничуть не разбирается в этом и не может отличить правого от левого. Как неневитянин? Как можно благословлять то, что прямо антиевангельское, что и близко не стояло по духу к Новому Завету? В прозе же у Бунина одна шелуха, ни одного рассказа не смог найти нигде и ни разу, что можно было бы вслух прочесть без ущерба для содержания Библии. «Они изрыгают свои мертвые мысли, обертывая их искусно в изящную словесную». Исайя 28, 8. «Ибо все столы наполнены отвратительной ублевотиной, нет чистого места». Так что посоветовать могу читать постоянно только Библию и святых отцов православной церкви. И тогда ребенок будет сам в состоянии определить отраву и блевотину от настоящей пищи. Многое и великое дано нам через закон, пророков и прочих писателей, следовавших за ними, за что должно прославлять народ израильский, за образованность и мудрость. И не только сами изучающие должны делаться разумными, но и находящимся вне Палестины, усердно занимающиеся писанием, могут приносить пользу словам и писаниям. Поэтому дед мой Иисус, больше других предаваясь изучению закона, пророков и других отеческих книг, и приобретя достаточный в них навык, решился и сам написать нечто, относящееся к образованию и мудрости, чтобы любители учения, вникая и в эту книгу, еще более преуспевали в жизни по закону. Итак, прошу вас, читайте эту книгу благосклонно и внимательно, и имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, может быть, погрешили, трудясь над переводом, ибо неодинаковый смысл имеет то, что читается по-еврейски, когда переведено будет на другой язык. И не только эта книга, но даже закон, пророчества и остальные книги имеют немалую разницу в смысле, если читать их подлинники.